Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня наконец-таки укулеле, и сегодня у нас будет образовательный разбор. Разберем сегодня такое понятие, как табулатура, научимся ее читать, а в конце вас будет ждать приятный бонус. Но обо всем по порядку, поехали! Разбор на укулеле! Для начала давайте вспомним свой курс уроков музыки в начальной школе. Пианисты у нас играют с помощью ноты нотной записи, то есть не зная нот, они не смогут ничего сыграть, потому что именно на листике они пишут нотами, и именно по нотам они играют свои произведения. Но чаще всего люди, которые играют на укулеле или же гитаристы, не знают нот, поэтому нужен альтернативный и простой вариант. И как раз таким и является табулатура. Что же такое табулатура? Табулатура или по-другому табы? Это такой же способ записи мелодий, песен, но не при помощи нот, а при помощи цифр. Он намного проще, вам не нужно знать ноты, чтобы прочитать какое-то произведение. При помощи табов пишут такую же классику, то есть Бетховен там, бах! Табулатура бывает нескольких видов. Бывает аккордная табулатура, те именно пишут аккордами. А, М, Г. Ее чаще всего используют в песнях, и я в своих разборах тоже использую. Но также есть табулатура разложенная. Табулатура может писаться как просто, так писаться с нотами, или же просто с длительностями. Но что такое длительность, мы будем разбирать чуть позже. Также вам нужно знать, что такое аппликатура. Аппликатура это как раз, когда пишется, каким пальцем зажимать данную струну, лад, ноту, неважно. Нужно учитывать тот факт, что мы играем на укулеле только четырьмя пальцами на левой руке. Большой палец у нас не участвует в игре, потому что он держит гриф. Если бы мы использовали в игре все пять пальцев, то у нас бы была цифровка первой, второй, третий, четвертый, пятый. Но так как мы используем всего четыре пальца в игре, то у нас цифровка идет первый, второй, третий, четвертый. Разбор на укулеле. Чтобы научиться играть по табам, нам нужно знать стандартный строй укулеле. Стандартный строй звучит так. А, самая тонкая первая струна. Е, С, G. А, Е, С, G. Сейчас вы поймете, для чего это вам надо. А, Е, С, G. Первая, вторая, третья, четвертая. На укулеле у нас идет нумерация струн снизу вверх. Первая, вторая, третья, четвертая. На укулеле понятно. А как же это выглядит по табам? Читка таб идет... Первая струна у нас находится наверху. Вторая, третья, четвертая. То есть, чтобы прочитать табы, нам нужно читать сверху вниз. В табах первая струна находится наверху. И, соответственно, вторая, третья, четвертая струна. То есть, мы читаем табы сверху вниз. Для того, чтобы не путаться, пожалуйста, пишите в табах А, Е, С, G. Пока вы не выучили. Далее вы уже привыкнете, что первая струна у нас находится наверху. И уже не будете путаться. А это картинка для того, чтобы ты еще раз посмотрел, чтобы было все понятно. И мы пошли дальше. Разбор на укулеле. Ну а сейчас мы рассмотрим, как же читать эти табы. Смотрите, если я сыграю сейчас вторую струну на пятом ладу, то на таблатории она выглядит таким образом. На второй струне написано цифра 5. Если же я зажму первую струну, допустим, на седьмом ладу, то в таблатории она пишется на первой струне седьмая цифра. Также, если я, допустим, сейчас сыграю вам первую струну на первом ладу, а третью струну на третьем ладу, то тогда в таблатории это будет писаться на первой струне цифра 1, а на третьей струне цифра 3. Время практики! Сейчас вы видите на экранах небольшую таблатуру в 4 буквально символа, но мы видим, что у нас написано 0. Если мы видим, что в табах написано цифра 0, то мы играем открытую струну. В данном случае 0 у нас написано на второй струне, то есть получается, что мы играем просто-напросто открытую вторую струну. Далее мы видим, что на третьей струне зажат третий лад. Это значит, что мы зажимаем третий лад на третьей струне. Соответственно, смотрим далее. Далее на второй струне у нас второй лад. И на четвертой струне четвертый лад. И получается открытая 3, 2, 4. Смотрим далее. 1, открытая струна, 3. И первая струна на пятом ладу. Теперь у нас написано одновременно вторая и третья струна на пятом ладу. Это значит, что мы играем их одновременно. И получается... Далее видим открытая струна. Вторая струна на третьем ладу. И на первом. Теперь соединяем. Еще раз. Мы видим тут сразу, что одновременно играется четвертая, третья и вторая струна. И все они открыты. Зажимаем первую струну на третьем ладу. Далее мы зажимаем вторую струну на первом ладу. Третья струна у нас открытая. И четвертую струну на втором ладу. И это все играется одновременно. Получаются открытые струны. Три. И далее уже легко. Третья струна открытая. Потом она зажимается на втором ладу. И снова открытая. Соединим. Чуть быстрее. Вот и все. Вот и все на сегодня. Если вам было что-то непонятно, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вам еще раз объясню. Также, если вы все поняли, я буду очень рада, если вы напишите. Да, мне было все понятно. Круто, классно. Продолжай так же. А еще вы можете предлагать свои идеи для следующих разборов. И бонус, о котором я говорила. Но если вы что-то не поняли, то вы можете открыть по ссылке в описании раздаточный материал. Там написано все кратко и понятно, что я сейчас вам говорила. Также там другие упражнения. Поэтому смелее открывайте и практикуйтесь. А еще там небольшая мелодия, которую вы можете уже сыграть. Круто, классно. Е, Дарья, ты такая молодец. Но если вам нравятся мои разборы и туториалы, то вы можете поддержать мой канал. Ссылочка также есть в описании на различные донаты. Выбирайте, какой вам удобно. Ну или же вы можете просто поставить лайк и написать комментарий. Мне тоже будет это очень приятно. Но также хотела отдельно поблагодарить вот этого человека, который поддерживает мои разборы. Спасибо тебе огромное. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.